Здравствуйте, друзья! Сегодня очень интересный пруд и очень интересный ролик. И я в гостях у ландшафтного архитектора Сергея Луданова. Сергей, добрый день! Добрый день, Сергей! Спасибо, что пригласил нас. Это наш совместный проект. На данном объекте мы выполняли проектирование систем биологической водоподготовки, а все строительные работы выполняла компания Сергея Луданова. Мы еще были поставщиками бутилко-училковой мембраны на данный объект. Это мембрана Firestone. Та самая мембрана, которая является самой экологически чистой и самой качественной на рынке. Но вообще Сергея я знаю давно. Это ландшафтный фиктектор. Это основатель питомника Павлова Сад и ландшафтной строительной компании Павлова Сад. Опыт работы просто... Большой. Ну, не за предельно, но большой опыт работы. Сколько лет? С 1988 года. С 1988 года Сергей Луданов оказал услуги по ландшафтному строительству, озеленению, благоустройству. Первый прут когда построил? Можно сказать, что столько не живут. Первый прут я построил 33 года назад. Почему я точно это помню? Потому что мои дети были маленькие. Я первый раз их выводил на прут, и они смотрели. Это был прут в Москве, совершенно маленький, там полсотки прут. Вот они у меня... 33 года, давайте, отчитаем, что 90-й год, что ли? Да. 90-й год? Да. Первый прут был построен тогда, использовалась пленка не Firestone, не бутилкаучок, а обычная ПВХ, которая трескалась. Иногда полиэтилен привозили немцы. Это, если сравнивать эту пленку и то, с чего мы начинали, это совершенно как две разные вещи, как Мерседес и Запорожец. Я могу сказать, что пленка бутилкаучока всем хороша. Есть один недостаток, который мне больше всего не нравится. Это их стоимость. А все остальное, если на это не смотреть, пленка замечательная. Слушай, но к стоимости всего строительства, тем более, например, на этом объекте мы покажем подводную съемку. Вот такие подводные камни. Это еще камни, там отпечатаны ракушки. Я вам могу рассказать. То есть здесь собраны камни со всего Советского Союза. Воле случая получилось, когда лет 15 назад продавали, банкротили завод Метрострой. И продавали остатки, все, что осталось. Вот мы выкупили это все. Здесь представлен и гранит, и колотый гранит, и ледниковый известняки, ракушечник, мрамора, доломит. То есть на подъемной съемке, если посмотреть, будут очень красивые пейзажи. Дети будут, это прям подводное царство. Ну, вот ты построил пруд с биофильтром. Как тебе вода? Вот из всех прудов, то есть мы построили уже, ну, я думаю, что далеко больше сотни прудов за это время. Биофильтр показал себя с наилучшей стороны. Такой чистой воды у нас ни на одном водоеме не было. То есть были механические фильтры, но вот именно такого качества воды не было. То есть в чем прелесть чего-то? Обратите внимание, вот этот пруд, воле случая, получился так, что в прошлом году его вообще не обслуживали. То есть получилось, что не было возможности физически обслуживать, и он как бы жил автономно. Тем не менее, вода, вы можете посмотреть, идеальной чистоты можно пить. То есть очень чистая, прозрачная вода. Мы сейчас с Сергеем искупались. Да. Я посмотрел камни под водой, вот еще волосы сырые. Ну, вот такая вода, классный пруд. Здесь, если обратить внимание на нимфеи, очень хорошо себя чувствует нимфея. Мы их посадили не в контейнеры, как обычно сажаем. Здесь сделали специальные полки, заполнили их плодородным грунтом, добавили опионы. И то есть они себя прекрасно чувствуют здесь. Вот прям как в естественной среде, очень большие цветки, крупные, много стеблей и так далее. В общем, для растениям здесь сырый рай. Для нимфеи это лучший вариант, когда делаем отдельный карман с плодородным грунтом. Глубина сколько у тебя? Полный метр? Ну да, 40-50 сантиметров. 40-50 сантиметров. И получается, закладываешь там 0,3-0,5 куба земли или несколько кубометров земли. И нимфеям просто запас плодородной почвы очень большой. А нимфея любит плодородие. И она из этого цветет хорошо, долго цветет, не нужно пересаживать. Она корневища расползается, набирает массу. В общем, это наилучший вариант. И даже они не более зимостойкие в этом смысле. Этот грунт меньше промерзает, нежели в горшке. А нам главное, чтобы в нимфеи горшок не промерз. Иначе корни просто погибают. Не, ну они промерзание тоже выдерживают. Здесь много факторов. В основном, основной фактор, почему они растут. То есть, больше объем питания, чем в горшке. И большее количество питательных веществ. Можно для наших зрителей... Один небольшой секрет для поддержания нимфея в хорошем состоянии. То есть, можно кормить специальными удобрениями, которые используются для подкормки нимфеи и прочих растительных. Мы делаем, когда... Не часто оно бывает такое. Допустим, получилось, что кончились, нету в данный момент таких удобрений. То есть, что делаем? Берем, делаем, как будто лепим снежок из глины. Разламываем его туда. Засыпаем примерно столовую ложку комплексного удобрения. Смокот или... Да, ну, можно, да. Смокот это... В том числе, в идеале, скажем. Можно самые простые удобрения. Азотофосфорные. Да, азотофосфорные удобрения. То есть, и таких 2-2-3 снежка на большой контейнер пластиковый. И прямо в землю. Да, и прямо в землю. 2-2-3 года вполне хватает питания. А, и глина еще она, может быть, постепенно отдаёт. Да, и вот это из-за того, чтобы не было этого взрыва. Да, чтобы не сразу, а как бы в течение всего сезона, как осмокот отдаёт, так же, чтобы отдавало постепенно питательное вещество. Да, друзья, хочу напомнить, что Сергей, это ландшафтный архитектор с большим опытом работы, данный практикующий. И у Сергея питомник Павлова сад. Поэтому нас смотрит много ландшафтных дизайнеров, архитекторов. Обращайтесь. В питомнике у тебя есть скидки для дизайнеров ландшафтных? Питомник расположен в 30 километрах по Ярославскому шоссе. Для ландшафтников предусловлена особая программа приобретения посадочного материала. Приезжайте, будем рады вас видеть. Материал качественный, друзья. Мы у Сергея покупаем водные растения. Но раз уж мы для ландшафтников, у нас блок такой зашёл, то что скажешь? Вот мы спроектировали систему фильтрации. Мы прислали даже ролики по монтажу, как это всё сделать. Порекомендуешь ли ты ландшафтным дизайнерам обращаться к нам? Тем более, у нас есть, друзья, курс для ландшафтных дизайнеров. Те, кто хотят, особенно в регионах, кто хотят также строить пруды, могут к нам обратиться, зайти в онлайн-школу, и мы даем доступ до уроков более подробных. Как ты считаешь, может ли ландшафтный дизайнер, кто строит дорожки, благоустройство, на наших курсах просто взять и построить, пускай не сложный пруд, а может даже и сложный пруд, по нашим урокам? Серёж, ваши уроки на меня производят очень хорошее впечатление. И помимо теоретического курса, то, что я смотрю на ютубе ваши ролики, да, то есть вот опыт работы с вами, хотел сказать вам большое спасибо за ваш биофильтр. То есть без вас бы мы так качественно и быстро не сделали, дешево. Поэтому всем рекомендую, то есть прудов мы сделали много, но то есть вот пруд именно с активным фильтром у нас первый. Поэтому настоятельно рекомендую вам обращаться хотя бы по этому вопросу, это совершенно точно. И по строительству прудов точно. Вы сэкономите массу времени, сил и, наверное, средств тоже. То есть не будете делать ошибки, которые Сергей уже прошёл в связи со своим многолетним опытом в строительстве прудов. Это были слова от ландшафтного архитектора, опыта с 88-го года, что у нас это 35-36 лет уже. И пруд в 90-м году, я ещё только готовился к поступлению в институт, у меня первый пруд я студентом от кафедры ландшафтного строительства строил в 95-м году. Ну как рабочий. Строили пруд с глиняной гидроизоляцией под Петербургом. А компания с 98-го года, то есть на 10 лет позже. Ну, собственно говоря, вот человек с большим опытом работы порекомендовал. Спасибо тебе огромное. Так что обращайтесь. Радовался к пользователю. Далее, по этому объекту. Какая площадь у тебя здесь объекта? Порядка 800. 800 квадратных. Я, так смотрю, чуть-чуть побольше. И напомню, мы здесь применяли гидроизоляцию Firestone, американскую гидроизоляцию. Как тебе плёнка? Ты давно с ней работаешь? Как вообще мембрана? Отличная мембрана. Да, причём мы как-то использовали и другие виды мембран. Мы гискозу использовали тоже. То есть есть свои плюсы по гискозе, она легче. Но вот эта мне, она более устойчивая к механическому воздействию. Да, гискоза ещё неплохая плёнка. Хорошая плёнка тоже. Но пока был у нас в связи со СВО такой вот недостаток плёнки, завезли плёнку других производителей, тоже европейских, и она более мягкая. Мы построили, всё хорошо, объекты сдали, но с ними надо более аккуратно. Мы даже рулон огромный выгрузили, прокатили по земле, как мы привыкли, Firestone, под него ничего не стелим. Просто выгружаем, по земле раскатываем, она выдерживает. А та плёнка под весом, она полтонны, пока её крутили, и такие вмятины, маленькие дырочки от камней получатся. Настолько мягкие плёнки. То есть, а Firestone... Вот после того, как мы привыкли сработать с Firestone, такие же подходы на двоих мембранах, и у нас сразу проколы. А Firestone бывает, вот стелишь, угол какой-то торчит, и по нему ходишь, ездят тележки, там, черни камазы проезжают. Ну, даже, очень много, давайте сделаем. Очень много слов для оценивающих плюсы Firestone. То есть, это лучшая плёнка на сегодняшний день, у неё есть самый большой недостаток, её цена. Если на это не смотреть, вообще можно другие плёнки не рассматривать. Всё, то есть, но цена, конечно, кусается. Да, и у них плёнка именно для рыб. Сколько растений здесь примерно вы использовали в биофильтрах, в посадках, в примерное количество? Ну, несколько сотен. Несколько сотен, ну, так, 300, 400, 500. Ну, где-то, скорее, 600, 800, 600. Около 800 квадратов. Это ещё не закончено, там ещё требуется добавить ещё. Да, ещё на одном фильтре требуется досадка растений. То есть, на такой пруд около 1000 можно и более, саженцев где-то высаживаются. Можно высаживать, если есть время позволять, можно высаживать меньше, они потом разрастаются. Но если эффект нужен, как бы, сиюминутный, то есть, лучше сразу не экономить, высаживать в достаточном количестве. То есть, это немаловажный фактор частоты воды. Вот ещё вопрос, Сергей, вот вы проектируете и благоустраиваете участки под ключ полностью. Дорожные покрытия, опорные стенки, малокатурные формы. В скольких процентах вообще пруды у вас строятся? Немного, скажем так. Я думаю, процентов 10-20. 10-20 только с прудами. Да, то есть, мало участков, которые приспособлены для этого. Люди боятся всевозможных трудностей чистить пруд. У многих такие мифы в голове, что будет сыро на участке, будут комары, ещё что-то. Ну, в общем, много всяких факторов, которые людей останавливают. Ну, и один из факторов тоже, это такая малоархитектурная форма, которая требует затрат времени, средств немалых. То есть, это тоже достаточно... Ну, да, это дорогое изделие. Игрушка достаточно дорогая. Уход за прудом как? Вот ты сказал год, вы не ухаживали за прудом. Что пришлось? Сколько времени потратили на то, чтобы привести её в порядок после года? Когда он вот... Участок был оставлен, например, на год. Здесь нет пока благоустройства, только построен пруд. И здесь никто за ним не ухаживает. Ну, это такой пример, который отрицательный, который не нужно советовать другим людям. То есть, нужно вот как раз советовать избегать этого. Уход должен быть регулярный, а тогда он как бы не обременительный. То есть, вот после этого сейчас бригада выезжала порядка 4-5 раз. То есть, вот, ну, как бы день-полтора работали. То есть, вот более-менее... Полтора дня бригада, все человек, и прилил в порядок. Да, но это, еще раз говорю, то есть, лучше до этого не доводить и заниматься регулярным сервисным обслуживанием. А если сравнить с газоном, и потом с цветниками, где больше ухода? Нет, с цветниками вообще нельзя сравнивать. То есть, цветники требуют намного больше ухода. Прополка, подкормка, полив. То есть, с газоном уже как-то можно сравнить. Если технологичный газон сделан, то есть, с автополивом, то есть, вот, можно сравнить примерно. То есть, уход за газоном, уход за прудом. Ну, это тоже такое условно, но, тем не менее, если правильно сделан пруд, немного времени уходит на содержание пруда. Сколько тонн камней в этом пруду? Ой, это сложно сказать. По-моему, тонн 300, наверное, будет. 300, примерно. Да, если не больше. То есть, очень много камней. То есть, здесь пошло... И краном здесь устанавливали? В основном здесь ставили... Ну, да, манипулятор и экскаватор-погрузчик. То есть, очень удобно работать. И мини-экскаватором. Это вот удобная техника, которая работала. Ну, здесь работало два экскаватора, погрузчик, бобкет и манипулятор. То есть, вот, как бы... Это твоя техника. Да, да, абсолютно. Наша техника не привлеченная была здесь только. Вот, вывоз грунта было, привлекали тяжелую технику, там, 20-тонные. А еще, скажи, вот у вас сейчас некий дефицит посадочного материала был в том году. В этом году, наверное, дефицит в силу того, что нет поставок. У вас в питомнике есть выбор вообще? Вот если сейчас дизайнер приедет, достаточный выбор растений? И вообще, как у вас с продажами? Те позиции, что у нас есть, у нас как бы достаточный выбор. Пусть приезжает, мы всегда будем рады помочь. Дело в том, что у нас нет такого огромного выбора, как в больших питомниках, но есть какие-то позиции, которых достаточно много. Там, допустим, сосна кедровая, пихта сибирская, стриженные формы, сосны обыкновенные, там, оживельники, туи много. Поэтому, пожалуйста, приезжайте, будем рады видеть. Это Ярославское шоссе, 30 километров от Ярославки. Друзья, обращайтесь. Сергей, спасибо, что пригласил нас. Вам спасибо, что приехали. Ссылочки, что запрос, оставляйте, друзья, в комментариях. И мы оставим в комментариях ссылки на питомник Павлова Сад, на компанию Павлова Сад. Твой личный номер можно оставлять? Или на компанию? Мы дадим компанию тогда. Обращайтесь. То есть вы полный комплекс проектируете полностью и строите. От проекта до сдачи. Друзья, если кому-то интересно, подрядчик интересен, то не отдельно, знаете, вот там, тут озеленяют, тут сажают крупномеры, там полив. А вот хотят только с одним работать подрядчиком, кто и пруд построит, и полив монтирует, и сделать газон, посадки, дорожки. Вот, пожалуйста, Павлова Сад, полночарный директор Сергей Луданов, обращайтесь, вот просто с одним человеком подписались. И про все забыли. Человек с опытом работы сразу вам все сделает. Поэтому я, с своей стороны, могу рекомендовать Сергею как порядочного человека, профессионала с большой буквы. Что ж, спасибо, Сергей. Еще раз спасибо. А я с ним прощаюсь. Строим пруды правильно. И я традиционно желаю всем добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова